Диагностический препарат Геронтуксимаб для ПЭД-диагностики именно светлоклеточного варианта рака почки. Основан он на том, что рак почки светлоклеточный в большинстве случаев высоко экспрессирует карбоногидразу-9, трансмебранный протеин, который регулируется фактором индуцированной гипоксии. И особенно это выражено при мутации гена ВИЧЛ, которая наблюдается, как мы знаем, практически у 90% больных светлоклеточным вариантом рака почки. Моноклональное антитело к карбоногидразу-9 соединяется с цирконием-89, позитронным эмитром, и дает свечение в том случае, если гистологический вариант соответствует светлоклеточному раку почки, и мы получаем довольно точную диагностику, неинвазивную, без биопсии. Мы можем поставить с точностью 86% диагноз рака почки. В этом исследовании, это исследование уже заключительное, третьей фазы, даже при малых опухолях почки, вы видите, чувствительность метода состояла 85%, специфичность 89%, позитивное предсказательное значение в 90-е почти 4% и негативное 78%. Вот так выглядит, как на экране, светлоклеточный рак почки, опухоль малых размеров, но мы можем с уверенностью сказать, что это именно светлоклеточный вариант, что будет иметь, конечно же, большое значение для пациентов, у которых мы рассматриваем активное наблюдение как вариант введения этих пациентов, особенно пожилых пациентов, пациентов с серьезными сопутствующими заболеваниями. Из перспективных доклинических исследований мне понравилось одно исследование, и опять же, карбоногидроза-9, антиген, который экспрессирует светлоклеточный вариант рака почки. Карбоногидроза-9 участвует в стимуляции пролиферации опухолевых клеток, регулируя кислотный состав опухолевой клетки, и является хорошей мишенью для иммунотерапии. Уже много было предпринято попыток до сегодняшнего дня создания вакцин, направленных на карбоногидрозу-9. И вот это доклиническое исследование очень интересное. Авторы создали аденовирусную вакцину, вакцину против белка карбоногидроза-9 и против белка PD-L1, и вводили эту вакцину мышкам, привитым клеточной линии почечноклеточного рака. И вы видите вот эти кривые, верхняя кривая красная, это кривая роста опухоли, если мышкам не вводили вакцину, синяя кривая, если вводили аденовирусную вакцину против белка PD-L1, зеленая, если вводили против карбоногидроза-9, и самая нижняя кривая, это когда вводилась комбинация, комбинированная аденовирусная вакцина. Аденовирус в данном случае выступал как вектор для доставки последовательности в опухолевую клетку для считывания, чтобы был синтез нужных белков. И мы видим, что при вот этой двойной вакцинации клеточной линии рака почки в опухоли отмечалась повышенная инфильтрация CD8-телемфоцетами, повышенная продукция таких цитокинов, как ТНФ-альфа, интерлекин-2, интерноферон-гамма. И было показано, что в метастатических и ортотопических опухолевых моделях вакцина достоверно предотвращала развитие легочных метастазов и опухолевый рост. Я думаю, что, наверное, это будет следующий шаг в развитии эффективной терапии метастатического рака почки. На сегодняшний день уже идет вторая фаза следующего исследования с подобной вакциной. Переходим уже к нашим реалиям. К сегодняшним в этом году на АСКО был сделан такой апдейт существующих опций лечения метастатического рака почки. Мы имеем довольно много вариантов лечения. Мы хорошо знаем эти исследования. В этом году как раз были показаны отдаленные результаты этих исследований, исследования Keynote 426, Checkmate 9R, Clear и апдейт исследования Космик с райной комбинацией. В отношении выживаемости без прогрессирования все три основные комбинации, которые мы используем у пациентов вне зависимости от группы прогноза, в группе благоприятного, умеренного и плохого прогноза, показали достоверное улучшение выживаемости без прогрессирования, большое преимущество. Частота ответов очень высокая. Я не буду сравнивать между собой эти исследования, это было бы неправильно, мы будем подробно разбирать их на наших сателлитных симпозиумах. Но все они показали очень высокую частоту объективного ответа у всей популяции пациентов по сравнению с унитенибом. В отношении, однако, общей выживаемости наметилась тенденция к тому, что кривые общие выживаемости, вы видите, исследование КИНО-426, исследование КЛИР, кривые сближаются и даже пересекаются между собой. Если вы посмотрите на медиану общей выживаемости в исследовании КЛИР, то она не отличается у пациентов, получавших сунитениб, и пациентов, которые получали комбинацию линвотениб и эмбролизумаб. Может создаться ложное впечатление, что, может быть, не нужно назначать двойную комбинацию пациентам. И, конечно же, мы в поиске объяснения, почему это произошло. И одним из объяснений этому является тот факт, что в группе благоприятного прогноза мы видим и комбинация окситениб и эмболизумаб, и комбинация линвотениб и эмболизумаб не дает преимущества в отношении общей выживаемости в группе благоприятного прогноза. Эти пациенты живут дольше всех. Соответственно, после 4-5 лет наблюдения, пул этих пациентов становятся преобладающим, и поэтому эти кривые сходятся. Но это не означает, что эти комбинации неэффективны. И действительно, в группе благоприятного прогноза на сегодняшний день ни одна из существующих комбинаций не показала достоверного увеличения общей выживаемости. Видите, Хезер Трашева везде больше единицы. Поэтому мы будем на нашем конгрессе сегодня-завтра обсуждать как раз в особенности вопросы лечения пациентов с благоприятным прогнозом, стоит ли им назначать комбинированные режимы или, может быть, стоит ограничиться ингибиторами тирозинкинас. Новые подходы, новые комбинации и исследования Космик было доложено в прошлом году уже предварительные результаты, в этом году НАСКО были доложены уже финальные результаты исследования. Комбинация неволумаба с эпилемумабом плюс-минус кабазантиниб, который должен был улучшить результаты лечения пациента в группе промежуточного и плохого прогноза. И действительно, мы видим в отношении выживаемости без прогрессирования достоверное преимущество у пациентов, которые получали тройную комбинацию и пенива плюс кабазантиниб. Но если мы посмотрим на подгрупповой анализ, то в группе плохого прогноза, где мы ожидали улучшения общей выживаемости без прогрессирования, мы видим отсутствие различий. Поэтому судьба этой комбинации, не знаю, что будет дальше, также мы будем обсуждать это, поэтому всех призываю к посещению всех сателлитных симпозиумов, где подробно мы будем изучать в том числе и эту комбинацию. И обращаю внимание, что несмотря на то, что в группе промежуточного прогноза преимущества действительно есть, как в общей популяции, частота нежелательных явлений существенно выше. Поэтому вопрос большой, стоит ли ее назначать. В этом году перед Конгрессом АСКО было проведено голосование экспертов по лечению рака почки, стоит ли повторно назначать ингибиторы контрольных точек иммунного ответа, если пациенты уже получали их в первой или второй линии терапии. И, как вы видите, до АСКО 35% ответило «да, стоит». И во время Конгресса также был проведен опрос экспертов, и почти 33% сказали, что действительно имеет смысл повторно назначать ингибиторы контрольных точек иммунного ответа. Но вот исследование CONTACT-3, которое было доложено также в этом году, оно как раз изучало популяцию пациентов, которые получали в первой линии или во второй линии лечения иммуно-онкологические препараты. Пациентам назначался кабазантинип, как стандарт, плюс-минус отезолизумаб, ингибитор PD-L1. Первичной и конечной точкой была оценка выживаемости без прогрессирования общей выживаемости. Видите, предшествующее лечение в первой линии было представлено эпилемумабом и неволумабом, или комбинация оксетинип-пембролизумаб. Во второй линии это был в основном неволумаб. К сожалению, различий в выживаемости без прогрессирования и различий в общей выживаемости получено не было. Более того, мы видим, что частота ответов даже в абсолютном значении лучше у пациентов, которые получали монотерапию кабазантинипом, а токсичность существенно выше у пациентов, которые получали комбинацию отезолизумаб и кабазантинип. Таким образом, CONTACT-03 – это первое рандомизированное исследование, которое показало отсутствие преимущества в повторном назначении ингибиторов контрольных точек иммунного ответа при прогрессировании после первой и второй линии терапии, которая включала один из ингибиторов контрольных точек иммунного ответа. Конечно же, это, наверное, требует подтверждения. Атезолизумаб – это пока только один препарат, но, тем не менее, это важный сигнал к тому, чтобы не назначать повторно ингибиторы контрольных точек иммунного ответа. Серьезной проблемой является лечение несветлоклеточного рака почки. Если в отношении светлоклеточного варианта у нас все более-менее понятно, в отношении несветлоклеточного, долгое время у нас не было эффективных комбинаций. В этом году были доложены результаты трех комбинаций – кабазентениб-ниволумаб, ленвотениб-пембролизумаб и тройная комбинация кабазентениб-епелимумаб и неволумаб у пациентов с несветлоклеточными вариантами рака почки. Мы видим, что в случае попилярного рака почки у нас довольно высокой активностью обладает комбинация кабы-нивы и ленва-пембра. В отношении транслокационной формы довольно редкая, но, тем не менее, она встречается. Хорошо себя показала комбинация кабазентениб-ниволумаб и ленвотениб-пембролизумаб. При неклассифицированном раке почки комбинация кабазентениб-ниволумаб и ленвотениб-пембролизумаб в отношении хромофобного рака почки это была основная проблема, потому что никакие препараты, никакие комбинации практически не работали. Но вот ленвотениб, ингибитор тирозинкинас, который исследуется как в комбинации с эверолимусом, так и в комбинации с пембролизумабом, показал довольно высокий ответ. И обращаю ваше внимание на исследование Keynote B61 у пациентов с несветлоклеточным раком почки, где комбинация пембролизумаб и ленвотениб исследовалась у пациентов с несветлоклеточными вариантами рака почки. И самое главное, что у пациентов с хромофобным вариантом общий объективный ответ составил 28%, что, в общем-то, очень-очень неплохо для этого варианта рака почки. В прошлом году мы останавливались на вопросах микробиоты кишечника и влияния микробиоты на ответ на иммунотерапию у пациентов с почечноклеточным раком. В этом году были доложены результаты интересного исследования CMB-588 в комбинации с кабазентенибом и неволумабом в первой линии терапии почечноклеточного рака. То есть пациентам в первой линии назначалась стандартная комбинация каба-нива плюс-минус пробиотик CBM-588. Первичной конечной точкой было измерение концентрации бифидобактерий на 12-й неделе по сравнению с уровнем до лечения. К сожалению, концентрация бифидобактерий не изменилась, но посмотрите на частоту ответа. Конечно, это первая фаза. Тем не менее, 63% у пациентов, которые получали пробиотик, и 33% практически в два раза меньше у пациентов, которые не получали. То же самое в отношении выживаемости без прогрессирования. Мы видим увеличение выживаемости без прогрессирования. И, конечно, мы же ждем дальнейших исследований в этом направлении второй фазы клинических исследований. Радиомика. Еще одно направление, которое бурно развивается. И в прошлом году мы говорили, что современная радиомика, искусственный интеллект, обучение, машинное обучение позволяет на сегодняшний день правильно поставить диагноз разных гистологических вариантов рака почки, отличить доброкачественную опухоль от злокачественной, ангиомилипома от онкоцитома и так далее. В этом году были показаны достижения искусственного интеллекта в отношении прогноза больных, которые подвергаются циторедуктивной нефрактомии. На основании радиомных характеристик все пациенты были разделены на 4 кластера, и все эти 4 кластера обладали разными показателями медианы выживаемости. Как видите, кривые совершенно разные. И вот такая вот картинка, как мы называем хитмэп, тепловая карта, которую мы привыкли видеть, оценивая экспрессию различных генов при молекулярно-генетических исследованиях, вот такая же карта с разными признаками на основании компьютерной томографии позволяет нам предсказать, как поведет себя заболевание у пациентов после циторедуктивной нефрактомии, и, возможно, это направление тоже будет одним из главных при решении необходимости выполнения циторедуктивных операций. Метастазно-оправленная терапия интересное направление, и клиника МИО в этом году представила свой опыт метастазно-оправленной терапии у 207 пациентов, которым удалились солитарные или единичные метастазы различных локализаций или проводилась лучевая терапия, в основном это пациенты с метастазами в головной мозг или кости. И вы видите, что 74 пациента были живы с медианой наблюдения более 8 лет. Медиана общей выживаемости через 8 и 10 лет составила 37 и 32 процента, канцероспецифической выживаемости 44 и 42 процента через 10 лет. Это к вопросу о том, нужно ли проводить метастазно-оправленную терапию пациентов с ограниченным числом метастазов. Неблагоприятными факторами прогноза оказались синхронные метастазы, икок больше 2, 2 и больше, и наличие костных метастазов. Тем не менее, конечно же, мы должны всегда рассматривать пациентов как кандидатов для мультидисциплинарного лечебного подхода с ограниченным числом метастазов. Перспективные новые препараты. В прошлом году я уже говорил о препарате Бетераксепт. Бетераксепт является специфическим ингибитором Аксел. Аксел, так же как и рецептор Аксел, так же как и рецептор ВИГФ, является одним из важнейших рецепторов, активирующих сигнальный путь при почечно-клеточном раке. Чем интересен Бетераксепт? Он интересен тем, что помимо того, что появился препарат, который, видимо, будет очень перспективным у пациентов со светло-клеточной почечно-клеточным раком, в случае Бетераксепта уже есть потенциальный биомаркер. Это соотношение растворимого Аксел со своим легандом ГАЗ-6. И это соотношение позволяет прогнозировать ответ. Мы видим, что у пациентов с высоким соотношением Аксел-ГАЗ-6, больше 2,3, у 85% было отмечено уменьшение таргетного очага через 8 недель лечения. А это была 3, 4, 5 линия терапии. Уже такие хорошо предлеченные пациенты. У 58% больных ответ был лучше, чем на предшествующие линии терапии. Частота ответов была 55% у больных с высоким соотношением Аксел-ГАЗ-6 и 0% с низким. То есть, очень хороший биологический маркер появляется одновременно с появлением нового препарата. Мы видим, что 9-месячная выживаемость у пациентов с высоким соотношением этого маркера составляет 69%. И также важным фактором оказалось назначение тирозин-киназных ингибиторов на предыдущих этапах лечения. Консорциум АМДС опубликовал в этом году результаты первой линии терапии больных почечных лечечным браком с метастазами в головной мозг, где сравнивались подходы с применением ингибиторов тирозин-киназ и режимы, основанные на иммуно-таргетных комбинациях или на иммуно-онкологических комбинациях. И мы видим в целом, что появление иммуно-онкологических комбинаций существенно изменяет судьбу этих пациентов. Медиана общей выживаемости улучшилась вдвое во всей когорте пациентов по сравнению с применением ингибиторов тирозин-киназ с одной стороны. С другой стороны, консорциум показал тенденцию в развитии лечения этих пациентов с метастазами в головной мозг. Существенно уменьшается процент больных, кому мы проводим облучение всего головного мозга и резко увеличивается число больных, кому проводится стереотоксическое облучение метастазов в головной мозг. Число нейрохирургических операций приблизительно остается одинаковым, но если посмотреть на результаты лечения пациентов, кому проводилась метастазно-направленная терапия, либо лучевая, либо хирургия, мы видим, что выживаемость этих пациентов существенно лучше, чем пациентам, кому просто проводилась системная лекарственная терапия. Это тоже надо учитывать. Таким образом, консорциум ММДС показал, что частота метастаза в головной мозг на момент начала первой линии терапии на сегодняшний день составляет около 8%. Лекарственные режимы на основе иммунных препаратов были ассоциированы с более длительной общей выживаемостью. Лечение больных почечно-клеточным раком с метастазом в головной мозг требует обязательно мультидисциплинарного подхода. И последнее, на чем я хочу остановиться, это на возможностях лучевой терапии, возможности расширяются в связи с появлением новых технологий и в отношении почечно-клеточного рака. Высокая аблативная доза убивает опухолевые клетки с одной стороны, с другой стороны стереотоксической технологии позволяют сфокусировать воздействие с минимальной токсичностью менее 5%. Курс облучения очень короткий, от одной до пяти фракций, как правило. Лечение неинвазивно, удобно, экономически выгодно. Местный контроль достигается более чем у 90% пациентов в отношении как первичной опухоли, так и метастазов. И как раз в этом году были опубликованы результаты второй фазы исследования стереотоксической аблативной лучевой терапии для пациентов с первичным раком почки. Исследование второй фазы опухоли менее 5 см. Вы видите, что местный контроль был достигнут у 94% больных. Применялись фракции по 12 грей, 3 фракции по 12 грей, либо 5 фракций по 8 грей. Вы видите, что происходит с опухолью. Опухоль становится нежизнеспособной, уменьшается клеточность, увеличиваются некрозы, развивается гелинизация. Отдельные интактные клетки, все КИХ-67 негативные. И транскриптомный притомный анализ показал индукцию клеточного старения, состояние необратимого ареста клеточного цикла после проведения стереотактической лучевой терапии на первичную опухоль. Ну и поделившись своими впечатлениями научными, я не могу не поделиться восторгом от красоты лошадей, алтайских лошадей, которых несколько дней назад мне удалось увидеть на Алтае, поэтому тоже с вами этим впечатлением делюсь. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ